Вот я хочу тебя спросить, вот честно, один у меня вопрос у тебя. Мужик! Да. А как ты определяешь? Потому что они ушли, ты понимаешь, что они... А я... Да? Ты спросил? Вот ты спросил, честно. Ты? Ты? Прийти так. Сейчас Новый год, а ты... Ты должен в себе... Как я, видишь? Мне вот вроде бы... А так я себя настроил за кулисом. А ничего, ничего. А всё будет хорошо. Хуже не будет. Куда уже хуже. Тоже на тебя смотрю. Ты себя так, как я, попробуй настраивать. Всё будет хорошо. Чуть-чуть так. Всё будет хорошо. Хуже не будет. Всё будет хорошо. Новый год. Всё будет хорошо. Вот у нас. Всё будет хорошо это тоже. Попробуй, попробуй, я тебе говорю. Настройся. Вот ты мою жену видел? Нет? Видел? Когда? Не видел? Да, не видел? Моя жена. Если ты не видел, я говорю, красавица. Если в темноте прищурится, то красавица. Фигурка, знаешь, она прям точёная. Я не знаю, кто точил. Саретели, наверное. А я говорю, ничего, ничего, всё будет хорошо. Хуже не будет. Куда уже брови у меня, знаешь, как крылышки у птеродактеля. Ты видел, куда он птеродактель? А я говорю, ничего, ничего. Щёчки такие розовые, волосатые такие. А я говорю, всё хорошо. Хуже уже не будет. Куда уже хуже? Старшенький, старшенький, вот старшенький из лагеря вернётся. Он сейчас на лесоповальне. Старшенький, он на 2 года у меня старше. Поэтому старшенький. Младшенькая шестой раз замуж не выйдет. Как послал, как шмахнул. Кто в доме хозяин? Женам ни слова не скажет. Знаешь почему? Её вообще в это время дома не бывает. Она в парикмахерской. Я в этот момент стою. Я говорю, чё, 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 я выхожу? Я выхожу, выхожу. Если поссоримся, вот в доме, в доме, если поссоримся, она первое прощение просит. Первое, прям на колени встань. А ну, сволос вылазь из-под кровати. Она первая, первая, я тебе говорю, первая, она. Ничего, ничего. Попробуй, мужик, я тебя попрошу, попробуй. Всё будет хорошо. Ну, попробуй, чтобы люди видели, что я хоть одного даю. Встань, встань, ну, встань, чтобы люди видели. Встань, встань, во, видишь? Повернись людям. Видишь, у него и так всё хорошо уже. Попробуй, скажи, всё будет хорошо. Вот и всё, один мой друг молодец научился. Ты понимаешь, смотри, это мой друг, смотри. Все главное, что ты же женишься на одной, правильно? А тебе в подарок другую дают, в нагрузку, другую. Тёшу, тёшу, мать твою, мать, мать. Чё тебе дают? Тёшу, мать, мать твою. Она меня прошла, чтобы я её мамой называл. Она меня растила. Она меня воспитывала, мать её. Знаешь, кто её зовут? Её зовут Кирилла Бендера Вардулаковна. Мне проще её мамой назвать и всё. Ребят, меня сосед научил тёщу рубить. Научил. Он каждую неделю ей цветы носит. Оградку поправляй. Хожу в субботу. И он мне сказал, он мне ещё сказал, говорит, главное, говорит, главное, чтобы у тебя, говорит, в интимной жизни гармония была. У меня гармония? Она не хочет, а мне и не надо. А я всё равно всё отбал. Ничего, ничего. Всё будет хорошо. Хуже не будет. Приходишь домой. После работы. Страшно, устал. Всё. Хочешь включить телевизор. Спортивно брать. Они смотрят мексиканскую серию. А я перехожу сразу в телевизор. Раз. И на другую программу. И всё. Всё. Дальше провал памяти. Надо мной скорая. Вставай, вставай, давай, вставай, вставай. Тебе в морг надо. Вставай. Я говорю, какой в морг? Я же живой. Вставай, там тебе спокойнее будет. Поехали. Ребята, вот эту песню, помнишь, эту? Пела Дольного. Важнее всего. Мне голос не тот. Престань зевать. Важнее всего. Погода в доме. А у меня дома погода всё время пасмурная. Тёща, пурру, вонит 15 слов в секунду. Давление на меня возрастает. Влажность моя увеличивается. А я всё равно говорю, ничего, всё будет хорошо. Новый год, год будет. Ни с тобой... Хуже не будет. Мне сейчас спрашивают, Яна, а почему тебя нигде не видно, там, в телевизору ты вот в кино не снимаешься? Просто сценария хорошего нет. Понимаешь, сейчас сценарий хороший, с руками оторвут. Я вот оторвал. Сценарий хороший. Триллер. Триллер. Ты зря смеешься, это ничего заразного. Триллер. Название хорошее. Унитонный негром называется. Английская леди, ну леди знаешь, да, специально выращенные для этого дела женщины. Приезжает сюда из Лондона, сюда к нам на лайнере. Лайнер не надо тебе объяснять. Её, значит, в порту встречает негр. Негр, ну он негр, он чёрный, он просто здесь вкалывает по-чёрному. И, значит, английская леди... Сейчас сам сценарий, значит, читаю. Английская леди, дав капитану... Да, я до конца дочитаю, ребят, я понимаю. Английская леди, дав капитану судно... Такой старый был капитан. Английская леди, дав капитану... А, английская леди, дав капитану судно на чай. Да, дав капитану судно на чай. Выходит на берег, крики чаек. Бьют английские часы с кукушкой. Всё, весь сценарий, понимаешь? Если бы у меня деньги были, вот эти цветы бы продал, мог и дальше написать. Но на этом сценарий кончился. Всё. Были бы спонсоры, дальше бы писали. Ребят, я вот просто, поскольку вы меня действительно много раз спрашиваете, я, конечно, попробую на леди, потому что там леди старая, кого я из вас буду звать. Мне нужен один, ребят, кто вкалывает здесь по-чёрному. Есть среди вас? Есть! Можно тебя попросить вот на первом ряду? Да. Можно тебя? Ты в чёрном? Иди сюда прям, ты в чёрный, да. Иди сюда. Я буду леди, а ты будешь э-э-э. Ну, какой капитан? Капитан, я в других позвалах. Ты чё, сзади смотришь и хлопаешь? Чё там? Вернись. У вас же не есть его. Девчонки, в тумб есть у кого, да? Как они ходят, там же всё спадает. Тяжёлый у тебя. Слышишь, глянь, посмотри, чё там у неё. Чё, если я посмотрю, меня поставят, а ты уже сидишь. Боись? Ну ладно. Я буду леди, это, типа, мат есть, сделай мне. Пока она есть, там, это, сзади. Ребят, крикечаек сделай. В крики, чайк, сделай. Ну, чайки сделай, ребят. Чайки сделайте. Кошку на болоте мучают и то. Ну, чайки сделайте, ребят. Давай, давай. Давай, Маш, пока. Давай, Маш, пока. Поближе баба к бабе ничего не надо. Не жмите силенько. Да ладно, мне уже и мазать не надо. Всё нормально мне уже. Ты, это самое, ты руки сзади не держи, ты здоровый. Чё там держишь у тебя сзади? Это, вот, у тебя всё нормально. Стой нормально. Крики, чайк. Смотри, всё время спадает, а? Девчонки, вы там крепите чем-то, да? Ужас. У этой леди ужас. У девчонок же какие трагедии бывают, правильно? У них бывает это, запах изо рта, запах пота, морщины, критические дни. А у этой всё в один день. Мужик, я тебе попрошу, ты будешь английский чесит кукушкой. Возьми, вишь, я еле-еле хожу, помоги. Английские часы с кукушкой, попробуй. Ну, куку. А чё ты так долго мучился? Это английские часы с кукушкой. One cuckoo. Two cuckoo. Не при тебе будет сказано, three cuckoo. Не понял? Попробуй. Ну, one cuckoo. Чтоб ты себе на день рождения столько накуковал. Ладно, всё, иди ближе к микрофону. Ближе к микрофону. Стой, тебе как звать? Микрофон. Руслан. По сценарию ты Карл Рекл Кархен. Повтори. Тянет всё время и тянет. Как тебе звать? Скажи. Карл Рекл Кархен. Да, Руслан, все слышно. По сценарию ты Карл Рекл Кархен. Повтори. Карл Рекл Кархен. Никак, на карл Рекл Кархен. Ну, не ваш. Слушай, Русланчик. Ты как, только это увидел, леди? Ну, меня, фактически. Ты, естественно, сразу... Понял, да? Ну, попробуй, ну. Знаешь что, не делай это, Руслан. Звук, похожий с другим, не делай. Давай так, я тебе чего не спрошу, ты всё время не отвечаешь. Или хочется верить, или время от времени. Понял? Тебе легче так будет, ладно? Понял? Ну? Да, понял. Не понял. Чтоб я тебя не спрошу, ты говоришь, или... Хочется верить, или время от времени. Ты сюда один пришёл? Нет. Русланчик, тебе тяжело сниматься будет. Ты два слова только выучи, или говори, время от времени, или хочется верить. Понял? Время от времени. Ну, хорошо, будем считать, что ты понял. Русланчик, готовься. Таня, я правильно хожу, у тебя юбка так же, как у меня? Ну, Таня, покажись. Ну, ой, ну не надо, не покажись. Всё. Леди выходит, сошла на берег, дала капитану. Русланчик, ты хоть поёживу, если как-то. Ну, не важно. Кричать, бьют английский с кукушкой. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Чуть-чуть в механизме там сломатой, поэтому он так ку-кует однообразно. Я тебе сказал, one-ку-ку, ну! One-ку-ку. Неграмотный ку-кушка. Не английский, наши. Русланчик, ты реагируешь, что ты стоишь, ну? Это ты! Хочется верить. Бельмондо, Русланчик, ты с лёта берёшь. Ну, ты тоже меня увидишь, хоть что-нибудь сделай, но... Ну, тебе дети есть? Русланчик, на, держи, милый, я за тебя пройду, а ты за эту бабу, ну-ка, с ума. Руслан, это всё брить надо, нафиг. Подожди! Я сам делал, за тобой ухаживаю. Ты не жми, сколько там. Иди, оттуда иди, ты, ты леди, на. Походку, походку, леди. Русланчик, походку, от бедра, пошёл, от бедра, ну. Руслан, ты после пулей-милит, так. Не, яхты какой-то. Ну, пошла. От бедра, Руслан, от бедра. Руслан, от бедра. Ну, пошёл на меня, от бедра. Всё, нормально. Какая есть из-за Англии, давай. Крики-чаев, пошли. Руслан, ты мне только одно спрашиваешь. Это можно вынести, и всё. Крики-чаев, кукушка. Шпрэхин-зэдой. Это дятел ты уже. Ну, не важно. Пошла на меня. Остановилась. Ты же леди играешь. А я не говорю. Леди, ну, спрашивай. Это можно вынести? Ну, это можно женским, женским. Это можно вынести? Это можно вынести? Конечно, можно. Руку называй. Вот так раньше артистов носили на руках. А сейчас мы каждого зрителя носим. Мы как-то приехали в город на гастроли. Это было очень давно. Поэтому вы делаете скидку на то, что это было очень давно. Приехали в какой-то город. Нас никто не встретил. Снег идёт такой мокрый. Никого нет. Мы сами добрались до гостиницы. Стучимся. Двери закрыты. Никого нет. С той стороны появляется швейцар. Мы ему показываем, что мы, мол, артисты. Мы к вам. Он нам оттуда. Отсюда. Мы говорим, ну, мы же. Как-то к вам же. Мы же. Отсюда. Через какое-то время выходит такая заспанная такая. Заспанная вся администраторша. В то время у неё ещё бигуди были, халатик. Из-под халаты там ночнушку выгладываются. Она так нам. Припёрлись, стая. Я говорю, ну, а чё надо делать? Надо, конечно. Чё на полу стоишь, стая? Я говорю, один надо стоять. Пол только что помыли. Ползи вокруг по плинтусу. Я, значит, так тихонечко-тихонечко и встал так на коврик. Куда ты встал на коврик? Это не коврик. Это мы дыру в полу закрыли. Я туда иду уже к лифту. Она говорит, куда ты пошёл? Лифт уже пять лет не работает. А я слышу, там, выпустите нас отсюда. Я говорю, там же люди. Какие люди? На многом инспекции застрял. Она говорит, душем будешь пользоваться? Я говорю, да. Вниз на цокольный этаж направо в углу шланг валяется. Крикнешь Фёдор, он обольёт. Только учти, телефон в гостинице только у тебя в номере. Все будут звонить из своего, а? Ты у нас до которого числа? Я говорю, до шестого. Всё, после шестого ты уже не жилец. Ну и вот после этого я начал делать этот номер. И когда меня действительно узнают и говорят, мужик, мужик, это не совсем правильно. Потому что начинал я с бабы. Значит, представьте себе вокзал, кассу и очередь в эту кассу. Дочка, дочка, глянь там на фамилию Уткин-Задунацкий. Там должно быть два билета до Киева. Глянь, посмотри, дочь. Господи! Фамилии у людей двуспальные какие, честное слово. Нинь, посмотри там на фамилию Уткин-Киевский, Дадуная. Ну что, там есть билеты? Нету. Корочкин нет билетов. Следующий кто? Господи! Стыря-то ты. Стыря-то ты. Я пришёл. Сам. Знаешь, как мне уже надо? Сильно-сильно. Знаешь, куда? Туда. В направлении туда, давай, приблизительно туда. Душанби! В Аркута! Львов вот в этом направлении. Знаешь, когда? Давай так мне приблизительно февраль, конец июля месяц. Чтоб я в марте уже уехал бы, к чёрте матери. Число четверг. Обязательно. В вечернем с утра я прям днём поеду. Чё ждать-то? Совсем озверили. Прям господи! На Душанбе отродясь, билетов не было. Да, он ещё ко мне прям с претензиями. Ну и что ж тут поезда пустые ходят? Билетов нету. Может, это броня? Да! Вот бронепоезда и ходят. Чё он ко мне? Я прям с претензиями. Вон лучше мамашу с ребёнком пропустим. Третий раз ребёнка в костыке, с какого раз разных. Чё ты ребёнка скромил? Прям в окошко не пролазь, дед. Подимей его повыше. Ну, как тебя зовут, мальчик, а? Владимир Борисович? Сколько ж тебе лет-то? 65! Смотри, взрослый мальчик, а? Мужы хотят прям за полцены провести. Прям денег на него жал. Здесь он такой маленький, взлабо-бандеролью послали! Следующий кто? Господи! Мы с самотой, с самотой, с самотой, до ушка, до холма, с самотой. А что он? Ваши волосы, как люди стояли? Это, потому что, ваше волосы, с собой. И я опять с собой, что я буду с собой? Вот и всё. Ты сам понял, что сказал? Ты что, не один сейчас разговариваешь? Давай вот эту вот голова говорит сначала. Что ты смотришь? Давай, смей, говорит, куда тебе? До Харькова! До какого? Харькова! До Харькова! Вот прям есть, там не знаю, докуда. Старик, куда тебе ехать-то? До Харькова! Теперь правильно, нет билетов. Дочка, а как же я на фамилию Уткин за Дунайской? Два билета до Киева, глянь, посмотри. Ты фамилию членраздельно произнеси. Уткин, Тире с Дунайской. На Тире есть билеты. И на сегодня, на вчера, и не до Киева, до Карганде. И фамилия твоя Лебедь Краматорской. Будешь брать-то? Да, дочка, я по шпалам пойду. Только, чтоб тебя уже не видеть в этом вопросе. У вас спрашивают, знаешь этот анекдот про любовника? Знаешь? Ну, расскажи. Там много про любовника. Все-таки ему захотелось. Это веди, мальчик. Я тебе потом расскажу. Ты вернешься, ладно? Там интересно. Мальчик, ну, иди пока. Муж в командировке, у жены любовник. И жена страшно волнуется, что вот сейчас муж придет. Ходит, волнуется. сейчас муж придет. О, сейчас муж придет. Любовник говорит, да ладно, че ты дергайся, пока тут досудомость. Он говорит, в любую минуту придет. Этот говорит, придет, я сразу раз в окно, выскочу и все. Она говорит, ты че с ума сошел? Какое окно? 13 этаж. Не волнуйся. Мы с ребятами договорились, мы там презент натянулись, все нормально будет. Тут неожиданный звонок. Этот любой, сразу раз в окно. Жена идет, открывает дверь, там просовывается голова, говорит, вовка у вас! Передай ему, что у вас президент порвался! Знал. Ты все знаешь. Для чего, ребят, я вам на курорте рассказал этот анекдот. Здесь полно мужиков, часто в командировках бывает, правильно? Первый раз ошибился. Ребят, кто мужем был, кто помнит? У всех память отшиблый. Проще говорю, кто хотя бы один раз был на курорте, в командировке, кто? Кто возвращался на день раньше? Все на день позже. Подсказываю, ребят. Если кто-то из вас на день раньше из командировки вернулся, а жена сразу дверь не открывает, внутри же ревность, правильно? Ты же не знаешь, что там происходит? Ты на день раньше вернулся, а жена сразу дверь открывает, можно что-то может быть сразу убью. Попробуй, ребят, кто-нибудь крикни, убью. А я жену за любовью всю историю пройду. Крикни, кто-нибудь убью. Давай, ребят, кто чувствует себя мужиком, крикнут, остальные молчат. Погромче, ну? Один тренированный, один. Дай бог тебе здоровья. Или память к тебе вернулась. Ну что-то Сочи с тобой сделан, убью, правильно. Ну ты просто так не поедешь никуда, не в командировку, время какое, обстановка. Ты вооруженный, тебе пистолет, все зарегистрировано, все. Все сразу убью. И бабах, попробуй крикни, убью бабах, крикни. Убью бабах. У тебя бабах только слабее, чем убью, получается. Чуть-чуть погромче. Убью бабах. Убью бабах. Нормально. Только ты в него не стреляй, понял? Ты предварительный в воздух. Договорились? Девчонки, кто у него жена будет? Девчонки. Ты? Кто? Ты? Ты точно не годишься, мне верная нужна. Ты? Верная? Смотри, поверю. Смотри. Он как только в дверь звонит, ты сразу в рыбе, ты уборкой занимаешься, полы моешь, звонок, ты сразу хоп! Увезите меня в Гималайе. Договорились? Иди сюда, ползай. А что ты руку тянул? Ну я, я, чувак. Что я мучился, корячился? Давай, ладно. Хочешь, я тебе вот... Ради тебя я буду ползать, ты только пой. Ладно? Ты только пой. Я тебе сейчас микрофон дам, ты только пой. Песню пой, любую, какую знаешь. Ладно? Ну, давай в Гималайе. Сиди. 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 Сядь. Сядь, я тебе говорю. Передай ей микрофон. Будешь мужик на связи. Понял? Пробуем. Петь? Петь? Алло, Петь? Мать, ты к телефону не подходила. Телефон, когда он пришел, ты выключил, да. Телефон? Петь. Когда я нагибаюсь, ты поешь, понимаешь? В Гималайе отпустить? Можно любое. В Гималайе. Хочу в Гималайе отпустить в Гималайе. Хорошо, только пой, не говори, а пой. Отпусти. Я тебе предлагаю любую. Ты можешь как ухожешь. Да, приготовились, ладно, много я на тебя время трачу. Фу, приготовились, звонок, хоп. Отпустите меня в Гималайе, отпустите меня насовсем. Молодец. Хорошо, все. Ну, мотив у тебя попадание точное и в Танасик. Молодец. Мужчина, я вас попрошу. в бочках. Что нет? Я тебя прошу, а ты мне нет. Мужчина, ты будешь любовник, понял? Любовник, что нет сразу? Это хорош. У тебя роль простая, ты сейчас раздеваешься до носков и все. Сними рубашку, люди хлопают. Очки. Хоть что-нибудь сними. Очки. часы. Ладно, сиди так. Раз. Ты думаешь, я под фанеру работаю? Вот зачем ты сейчас сказала раз? Без спросу. Мужчина, будешь любовником, нет? Не надо. Я тебя в этой, отдадите, вот в этой. В тейк-ит. В тейк-ит. Знаешь, что такое в переводе? Будешь любовником. Договорились? Сними свитер. Похлопаем парню. Все, одевайся. На, нет, сиди так жарко, сиди. Ты любовник, носках. Этот человек убью. Она полы моет. Че ты будешь делать? Ситуация. Че будешь делать? Говори скорее. Че будешь делать? Ребят, подсказывай, он не знает. Че делать? Прыгать. Прыгать. У тебя был такой случай? Расскажи. Брезент порвали, мать, брезент порвали. Ты сиди пой. Че? А? Чего? Под кровать. Парень-то хороший. Давай, говори. Душ ремонтирует. А инструменты, он куда положь? Он в одних носках. Или у него одна отвертка на все. Ты думаешь? Я предлагаю тебе хороший вариант. Эд, кричит, убью. Ты прямо в носках. Ну, я сейчас не буду раздеваться, как ты. В носках на него смело идешь. Стреляй. На мое место придут другие. Всех не перебьешь. Пробуем, пробуем, всю ситуацию пробуем. Стреляешь? Только после моей команды. Понял? Убью. Бабах. Вот. Договорились? Я тебе в носках представил. Во, класс. Солнышко, ты готова? Не слышу? Всегда готова. Видишь, ты верная, ты всегда готова. К чему, когда, какая тебе разница? только смени песню, не в Гималайи, потому что ты ее поешь не точно. Какую? Любую. Какую? Любую. Приготовились, если никакой не знаешь, поэту. Приготовились. Стреляешь только после моей команды. Приготовились. Звонок. Звонок. Хоп. Позбегут неуклюжие пешеходные, ты полный. Перезаряжай, мужик, перезаряжай. Детей у тебя нет, мать. У тебя нет. Ну тут есть, а вообще нет. Не надо эти детские песни. Мужик, ты здесь носки чуть повыше подтяни. Как будто ты тренируешься. Футболист. Приготовились. Все. Стреляешь только после моей команды. Убью, бабах, воздух. Ты готова? Да. А? Да. Слышу? Да, 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 да. Один раз да. Да, да, да. А откуда у тебя этот ринг? Да, 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 да. Давай. Приготовились. Звонок. Хоп. Я ждала тебя, так ждала. Ты по почтею моей нить. Угнала тебя, угнала. А дальше я в сухую гоняю, да? Мужик, а чего ты тянешь? Ты что, патроны бережешь? Чего ты тянешь? Я уже лезь в течёшь и хлеб. Хватит, сейчас не надо, убью, бабах. Я тебе сигнал даю, глазом мигаю. Чего ты тянешь? Я для чего сюда приехал в этом чёрном костюме в жару корячиться? Перезаряжай. Я тебе глазом мигаю, тебе не видно? Давай для тебя будет звуковой сигнал. Открывающийся дверь, открывающийся. Сделай, ребят, кто-нибудь открывающийся дверь так. Сделай кто-нибудь. У тебя другой звук, после санатория. После процедур. Я сам сделаю тебе дверь, ладно? Сам. Как только сделаю, я убью, бабах, в воздух. Солнышко, вот это, ты ждала его? Не нужно. Ты его не ждала, раз любовником. Не в тему песни. Угнала. Угнала. Другую сменила. Мальчик? Мальчик сын. Мальчик. Взять где мальчик. Мальчик. Легче стало тебе? А отец там остался, да? Не в отца ты, ладно? Ну ты совсем уже сюда носки натянул? Ну чё ты сделал? Приготовились. Солнышко, приготовилось песню? Приготовила песню? Любую. Я на любую готов. Любую. Давай. Всё. Звонок. Лондон, Париж. Тысячвертый. Ты не спишь. Не помню дальше. Ну песня-то интеллигентная, куда и тебе. Дверь. Я сказал воздух, ты куда стрельнул? Древняя восточная легенда о колбасе. Вам с переводом или без? С переводом? На среднеазиатском. Средний такой азиатский. Один джигит. Джигит знаешь, что такое, да? Папаха, конь, а посередине воткнут джигит. И всё время скачет. Ты не джигит, ты сидишь, а он всё время скачет. Джигит. Поехал охотиться на кого? На верблюда он не охотится, а верблюд священный живот. Он только подойдет к нему и скажет, ты, лошадь двугорбая. Не пьёшь нифига. Он у него плюнет, кто-то плёванный стоит, но не тронет. Джигит поехал охотиться на сусликов. Суслик знаешь, что такое? Знаешь? Ну покажи, что такое суслик. На себе не показывай. Пой-пой-пой. Суслик — это крыса, но мужского рода. Суслик. Поехал охотиться на сусликов. Едет он, едет. Едет он, едет. Вам долго или покороче, что такое? Покороче? Значит, когда только увидит суслик, сразу кричите. Суслик. Едет он, едет. Суслик. Пока Джигит увидел суслик, пока снял ружьё, хотел, убежал суслик. Едет он дальше, едет. Вдруг суслик. Джигит сразу бабах и убил нет, не суслика. Он убил одного суслика и другого. У него двустволка была. Это легенда длинная, метражная, Солок написал. Едет он, едет. Вдруг суслик. 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 Какого он убил? Достал нож. Мелько-мелько-мелько-мелько порезал. До образования однородной сусличной массы. Свернул это всё трубочку. Жара. Это всё воняет. Он хотел съесть и крикнул пельбаса. Что значит жрать невозможно, но ешь, если нечего жрать. Мудрость у тебя спрашивает. А ты знаешь, почему мужики на сцене и в жизни ходят в штанах? Легенда есть. Слушай меня. Потому что мужики без штанов производят жуткое впечатление. То есть, если совсем голый, ничего, а если пиджак и без штанов, это всё равно, что суслик в штанах. На шестую часть у суши гордо реет марс противный с толстым-толстым шоколадом. В шоколад напихан сахар и шматок густого мёда, чтобы части этой сласти застревали между зубами, разъедая слой эмали на зубах российских граждан. Боли, будет много боли. Если за ним маячит сникерс, тот, что съел, ты и порядок, больше есть, ты не захочешь ничего до самой смерти. А захочешь, так не сможешь, так как жареный арахис растворяется годом в наших слабеньких желудках. Жутко, братцы, просто жутко. Ну, а если вам всё мало, вы резцы свои вонзите прямо в баунти с размахом и останетесь на вечно с чисто райским наслаждением, извлечения оттуда всех кокосовых апелок. но страшнее всех шоколадка, что зовётся Милки-Вэйм. Та, что гадина не тонет в молоке, как ни старайся. Хоть топи её в бензине, хоть мочи ты в керосине, не утонет это, если только ты не держишь её сам у дна руками. Знаем мы все этот фокус. Нас обёрткой не обманешь. Коль оно в воде не тонет, мы такое есть не будем. Будь оно хоть трижды нежным. Ты орёшь и ел, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вообще казалось бы пародия, да? Чё тут делал так? Руку понял, да? Личненько, да? Лёвчик сделал так. Так Руку опустил, так балое, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Руку понял. Как правильно кстати? Понял или поднял? Понял или поднял? Я считаю, руку поднял, а кошелек поднял, да, с пола, поднял, да, или нет? Нет, кошелек с пола поднял, надо проверить, правильно ли нет, если ты кошелек отдал или отдал, да? С пола, если ты поднял, отдал или отдал, как правильно? Отдал, кошелек, если ты поднял, то отдал, да? неправильно если ты кошелек с полу поднял сначала посмотреть сколько там денег а потом отдал или не отдал правильно а я у тебя спрашиваю правильно на первом ряду у тебя спрашиваю если ты понял кошелек ты посмотрел сколько денег да посчитал а чё ты не дома все такое желание домой иди ты придешь домой тебя спросит что там было что ты скажешь нечего тебе сказать скажи короткий номер расскажи 1 2 3 4 5 6 8 123 43 56 скажи вот этот номер запомнил и все остальное ничего не помню что было на концерте я с тобой разговариваю извини меня оторвал этот домой иди ты сбил все кошелек ты поднял деньги как ты показал покажи посчитал и тогда деньги отдал или отдал отдал лишь я тебя спродировал как ты деньги считали если камера тебе взяла крупный сделок ну сделал как-то пикам я тебе спародировал а сзади ты тебя не видят точно я тебе спародировал или нет правильно ты же не известный пародирует ты известных а ты не известный правильно а есть а разу пародирует они стояне начинают кричать наверное ты Суперизвестный, суперизвестный. Они говорят, что? Понимаешь, что я говорю? А ты домой иди. Если тебе не интересно, на кого я пародию сделал. На тебе пародию сделал. Правильно? Пародия должна будить воображение. Правильно? На тебя пародия будит. Ну, я тебя прошу, встань, помоги, а? Ну, мне встань, помоги. Не встанешь? Молодец. Сиди. Сиди. Хватит этих вставаний. Я этот жанр пародил. Я его и спародирую. Возьми цветок. Не сиди. Отнеси ему цветок. Отнеси ему цветок за то, что он не встал и не пошел на эту уловку. Хватит вставать из зала. Ребята, сколько можно? Вы деньги платили за что? Чтобы вставать и работать? Хватит. Если еще когда-нибудь придете на концерт, к вам в зал пойдут, на коленки сядут, скажут, единственное, не сказать, я вам сказал, хватит. Все. Правильно? Как самообслуживание. Сам заплатил деньги, сам еще и работает. Правильно? Как в больнице одного с аппендицитом привезли, его на коляске, мимооперационный, перевязочный. Глава врача говорит, ну мы вам все показали, дальше вы сами. Сколько можно, правда? Извини, ты цветок у себя держи и подарок тебе от меня. Но поскольку ты скромный, я знаю, что ты не возьмешь ничего. Спасибо тебе. Все. Закончился этот исход в зал. Все, ребята. С этого дня я заканчиваю эту историю. Правильно? Я в зал пошел. И больше не хватит с этим делом. К чему я говорю, ребята? Вот сейчас на что я сделал пародию? Вы даже не поняли. Я сейчас сделал пародию на нашу жизнь. Тыр-пыр сюда поднял, отнял, встал, пошел, отнял, отнял. Никто точно не знает. В этом и вся наша жизнь. Мы задумываться не успеваем, а подумать это вообще об этом речи нет. Но все-таки надеемся и ждем. Ждем чего-то от эстрады. И ждем, конечно, от пародии. Единственное, чего я жду от пародии, Чтобы там была порода. Если есть порода, то пародия будет. Аплодия. Это было у тебя такое, что вот... Давно сидишь? Разморил тебя? а я пока не школьник а тебе видно меня нет думаешь почему я так хорошо выгляжу легко переношу все все неприятности легко помню годик маленький был неприятность а я только голу нижнюю перекочил и все там дальше беда за бедой удар за гударом и а я зубы покрепчу сейчас тоже все не слава богу а я только десна как ни в том не бывало видишь нет кармане денег вот смотри по шороху рублей 150 не больше ну ладно проверь рублей 150 не больше жена ушла к другому понимаешь ушла и забыл даже записку написать кому она ушла ищи ее сел на диван ну купил диван сел ножка подломал все прям уже думал ну ладно включу телевизор а танцы все радости этот подорвался этого затопило пошел в ванную как ну чтоб помыться смыть себе это намылился все вода ушла ушла куда она ушла ушла вода взял схватил чтобы вытереть как ты полотенце тряпка половая ну кто ее сюда повесит все уже все уже и тут еще представляешь что должен заболеть зуб такая ужас боль в щеке в голове ну хочется повесить еще веревку нету веревки в доме нет веревки все седьмой этаж фирма гарантирует хотел сброситься вниз начал дергать это окно после зимы заклинило понимаешь и тут мой тебе совет возьми таблеточку аналгина в рот мы пропала он боль в щеке в голове ну жена ушла к другому ну и что пусть другой помучится она только через неделю вернется раньше никогда ну воды нет а сахарева бедуина вообще никогда не было ну беспорядок в доме веревку не нашел ну же повесился бы и не видел бы что творится по телевизору ну кошмар там у меня же ты не трогай поэтому самые лучшие средства от всего это хорошая зубная боль с аналгином